Добрый день дорогие друзья! В этом видео речь пойдет про перец болгарский открытого грунта. Расскажу немножко про минеральные удобрения, которыми я буду подкармливать в течение всего периода выращивания растений. И в частности о такой проблеме, как пожелтение листьев на перце, немножко поподробнее разберем и как устранить эту проблему. Как раз нашел такие вот два перчика, для темы этого видеоролика подойдет. Здесь и пожелтение листьев и немножко посинение и как раз мы обсудим именно эти две проблемы. Итак, пожелтение листьев я сталкиваюсь с этим каждый раз, каждый год при пересадке в огород рассады. И это нормальное явление, если вы видите вот такой вот листочек, это не болезнь, ничего. Просто растение переносит большой стресс после пересадки. Мало того, что в рассаде она у меня стояла и в кассетах, и в ящиках. Ну то есть развитие корневой системы было тесно. Питательные и минеральные вещества все растения вытянуло уже с грунта, который был еще в рассаде. И оно было немножко чахленькое, пожелтевшее. Собственно такая вот рассада примерно и была. Но после пересадки растение еще получает дополнительный стресс. Сейчас вынося наши перцы из теплицы, закрытого грунта, у меня два слоя пленки, рассеянный солнечный свет, такого нету палящего, как в открытом грунте. Естественно растение немножко в шоке после такой пересадки. Плюс ко всему почва достаточно холодная еще в момент пересадки была. Поэтому конечно листья во-первых желтеют. И развитие растения приостанавливается. И обязательно в этом моменте ему необходимо дать толчок для роста следующими минеральными удобрениями. Друзья, сейчас расскажу по поводу пожелтения листьев, чем это можно исправить, чем эту ситуацию можно исправить. И в этом видеоролике для всех, кому интересно, можете продолжить просмотр. Я могу рассказать про все минеральные удобрения, про весь уход за перцем в течение его периода развития полностью. Потому что, друзья, у меня тем для видеороликов достаточно много. Хочется все рассказать в своих видео. Выращиваю и овощи, разные овощи и цветы. И как бы хочется все уместить в одно видео. Итак, по поводу пожелтения листьев, друзья. Если желтые листья растения достаточно слабенькие, тонкие, то это сигнализирует о недостатке азота в почве. И именно поэтому необходимо давать минеральные удобрения, такие, например, как мочевина, либо аммиачная селитра. Ну, либо какое-нибудь комплексное удобрение, где в основе азота будет преимущественно, чем остальных всех микроэлементов. Я пользуюсь мочевиной. Сейчас немножко расскажу, почему. Также хотел бы добавить, если есть возможность, добавить перегной, коровий навоз или какой-то компост, то это хорошие источники азота. Можно обойтись без минеральных удобрений, если вы вносите такие органические удобрения. Ну, я вношу минеральное такое, как мочевина. Я его предпочитаю селитрой. Сейчас поподробнее о преимуществах. Первое преимущество это то, что у нее срок действия подольше, чем у селитры. Мы вносим. Она действует не сразу. Но постепенно, через 5-7 дней уже заметен результат и идет наращивание зеленой массы. Постепенная, хорошая и одной подкормки достаточно. Селитра аммиачная, она действует сразу же, то есть, если прям растение желтое, то можно внести селитру под корень и результат будет буквально мгновенно. На второй, на третий день уже будет видно, что ситуация исправляется. Селитру можно вносить в холодную почву, мочевина в холодной почве не работает. Но у меня уже достаточно жарко последние 2 недели. До 30 градусов доходит это вот последние пару дней. Какой-то дождик, достаточно пасмурно и хорошо работать. Итак, какое еще преимущество мочевины в том, что ее можно опрыскивать по листу. Тоже хороший эффект. Это 20 грамм, наверное, 10 литров воды. Все это дело размешиваем. И с опрыскивателя, если, как сказать, сэкономить немножко на удобрении, расход намного меньше, это тоже хорошо действует. Но подкормка под корень, конечно, намного долгоиграющая. Вот, это все, что касается желтых листьев. После такой подкормки пройдет время, и вы буквально не узнаете свои растения. Друзья, я знаю, что помимо новичков, для тех, кто интересуется такими вот разными вопросами выращивания, просматривают мои видео более опытные садоводы, огородники, агрономы. И я хотел бы к вам обратиться. Если я где-то допускаю какие-то ошибки, что касается подкормок, что касается обработок, то обязательно пишите в комментариях. Я все это читаю, это полезно. Изучаю эти темы. И, что я хочу сказать, конечно, я могу ошибаться. Не стоит воспринимать, как последнюю истину, мои заключения в видео. Я просто делюсь своим опытом и рассказываю подробно, чем я кормлю, и вообще, как растения у меня после этого чувствуют. И впоследствии, даже когда какие-то болезни и проблемы, я все это буду показывать на видео и делать следующие выводы, исходя из всего этого. Теперь по поводу заболеваний, по поводу проблем, следующее удобрение, которое нельзя будет пропустить, это кальциевая селитра. Кальций необходимо добавлять, чтобы не столкнуться с такой проблемой, как вершинная гниль. Вершинная гниль напала на некоторые мои помидоры, на перец она тоже отлично нападает. Поэтому в этом смысле я уже буду более осторожен и буду вносить ее заранее. То есть после подкормки мочевины, следующая подкормка у меня будет кальциевая селитра. Далее будут подкормки уже комплексные. Это агромастер 20-20-20, азот фосфор калий, плюс микроэлементы, необходимые для развития растений. И как раз в этих микроэлементах кальция нету, именно в агромастере. Вот поэтому кальциевую селитру не пропускаю. Это также может быть комплексная, например, плантофит, плантофол, также в одинаковых пропорциях 20-20-20, 18-18-18. Просто подкармливаем растение в период его роста. После уже цветения, завязывания плодов, перца уже переходим преимущественно на калийное удобрение. Если нужно добавить именно калия, то это подойдет сульфат калия. Ну а так, в принципе, если нормальное развитие растений будет идти, то комплексное удобрение, где просто преимущественно формы или калия больше всего. И сразу же, друзья, тогда добавлю в этом видео по поводу обработок инсектицидами и фунгицидами. Значит, какие фунгициды мы используем для профилактики? Это ридамил. Во время того, как растение еще не завязывает плоды, пока кушать никто перец не будет, это ридамил. И следующие подкормки уже после того, как будут плоды завязываться, если вдруг будет какая-то проблема, и желательно для профилактики, это будут уже биопрепараты, такие как фитоспорин, например. А по поводу инсектицидов, ядов, значит, идет обработка конфидором. У меня была для профилактики от колорадского жука, тли и так далее. И уже в момент цветения это будет у нас препарат фитоверм. Друзья, все это касается как перца, так и баклажан, так и помидор открытого грунта. Такие же проблемы. Пожелтение, посинение листьев, все это будет видно и на этих двух культурах. Баклажан, помидор, перец. Вот, как видите, такая же ситуация. Пожелтевшие листья растения получают стресс после пересадки. Открытое солнце, либо наоборот, холод будет, посинение листьев. Но после того, как растение нормально примется, мы обеспечим его всеми необходимыми подкормками. Растение нормально начинает свой рост. Вот они, новые зеленые листочки. Сейчас растение выглядит у меня вот таким вот образом. Это у нас баклажан. И еще один ряд идет томата, сорт Риогранде, сливка. Вот такие вот дела, друзья, по поводу перца. Если было полезно, интересно, не забывайте ставить лайк под этим видео. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Всем пока.